итак нынешняя сегодняшняя лекция посвящена истории физики средневековья она будет состоять из двух частей сегодняшней часть будет 476 по 1000 примерно сотый год мы дойдем до обеляра то есть обеляр будет после нас поэтому первая часть будет более анти более восточная а следующая часть будет по времени более христианская а она дойдет до 1300 1310 года и в обоих случаях речь пойдет только европе и западной азии наука китая и индии нас интересовать не будет фактически мы будем говорить о христианстве исламе и юдаизме и плюс пара исключений потому что там уж совсем все пересекается значит исторический контекст потому что я думаю вы плохо помните это важные веки смены конфессий и события переключаются перекликающиеся с жизни ученых вот конкретно какой-нибудь королевство может быть очень важно потому что в этом королевстве был научный центр возможности все конечно интересные физики а именно оптики немножко механики важный астронома потому что астрономия все-таки с физикой очень сильно пересекается значимое открытие в математике ну смотря что например они занимались дружественными числами очень интересовало защит числа в которых сумма деле делителей была равна самому числу ну сумма делителей кроме этого самого числа вот и почему-то эти числа очень интересовали но как-то для физиков это не слишком интересно это будем говорить только о том что помогает физикам переводы научных трудов это очень важно и системы обучения тоже там самое значимое ну и отдельные примеры из области медицины географии химии просто некоторые примеры такие забавные что и хочется привести или важно ну и придется затронуть предмет который я лично не очень люблю это философия вот ничего не поделаешь здесь слишком близко философии и теология то есть богословия приходят науки поэтому придется но мы ограничены только теории познания и месте науки в системе ценностей отношения к языческому наследию ну и наличие ереси на которых я внимание обращать не буду есть ереси или нет вот а тому о чем они там и мы не будем пробовать потому что это уже слишком значит почему вот очень важно отношение к языческому наследию дело в том что монотеистические религии которым как раз относится христианство и ислам и иудаизм они очень плохо сочетались и между собой с язычеством в язычестве было куча всяких богов и если вы вводили по 30 богов по 31 вводили то ничего страшного вас не происходило и сами язычники легко например в римской империи ставили значит в храм статую императора и надо было ей поклониться и для язычников проблемы никакой не возникало а для например иудеев это была огромная проблема а потом для христиан потому что ну как же вы вот принимаете за бога императора ну а язычникам было все равно конечно их могли привлечь за то что они значит например там где-то там не знаю сломали там храм там например там что-то сделали не то конечно это будет плохо или если они значит просто вообще богов не верят но как бы отдельные вещи вы можете сами мы легко было пойти кому-нибудь еще помолиться я не дома никто не мешал молиться еще как-нибудь вот этим и помолились пошли потом еще кому-то по проблем нет монотеистических религиях требуется очень жесткий контекст мало того там еще и даже правила практически всегда жесткий очень редко даже позволяется разные способы вот там тоже самое говорить даже чисто условный поэтому например в христианстве будет очень сильно развиваться музыку единые каноны это оказывается важно поэтому это действительно очень существенная ситуация ну и понятное дело что вот то ставое предыдущее все она была языческая поэтому принимать это или нет это важно вообще средние века это время символов а я вообще люблю символы поэтому сегодня специально выбирала одежду очень символически значит у меня серьги виде значит этих самых полумесяца мусульманского одежда относительно напоминает вот то что носили средневековье видите ну и цвет тоже такой красный а здесь у меня брошка в виде как бы этого самого чего-то готического ну и самое интересное это вот вещь которая у меня есть из армении современная вещь но это такая мужчиница тузан было мощи класса у меня вообще нету никаких у меня там платочек лежит но очень такая интересная штука и так значит я сегодня буду использовать разные источники и вот вы кому интересно они у меня написаны но это основные источники которым я пользовалась это книжка кромби история науки аргустина до галилея oxford dictionary средних веков книжка колчинского астрономы вот эти просто я буду кратко называть а матвеевская это очень такая интересная книжка где собраны все математики астрономы мусульманского средневековья их труды книжка по истории математики юшкевича не не западной энциклопедии истории наук где собраны ну вот не западные товарищи и две наоборот западные книжки чисто про западных ученых это легов за англигов известный медиа вид цивилизация средневекового запада и интеллектуалы средние века но я также буду труд использовать более другие разные статьи вдруг кому интересно в принципе можете посмотреть у меня в правом нижнем углу коричневым цветом будет все время написано эти источники в основном чтобы не с вами было удобно ими пользоваться но и я уже много раз приводила но сейчас это прямо вот самое то привести количество ученых по векам которых я взяла еще из двух моих любимых источников из книжки хокки биография энциклопедии астрономов 2500 биографии и 3000 биографии математики есть у максютера это просто такой сайт набрать максютер то там правда меняется количество математиков постоянно то что они добавляют добавляют это сэнд-эндурский по моему университет шотландии это не все астрономы не все математики к тому же они пересекаются но мне нужен был какой-то способ какой-то единый способ отбора ученых вот эти люди выбирали астрономов и математиков соответственно но физика к сожалению никто не делал поэтому вот я использую эти товарищи а вот и мы можем увидеть вот если мы посмотрим что у нас нету того что идет все время увеличение в 17 веке шестнадцатом веский рост но до этого у нас как-то все колеблется и особенно хорошо это видно если убрать 16 17 лет и видно что как-то у нас зелененькая да вот с 8 по 12 зеленая приваривают а 12 по 15 постепенно растет красный остальных ученых существенно меньше мы сегодня про них вообще говорить не будем а правда вот израильские вот ученые голубенькие нам понадобится это не даже повторение все ученые то 7 веке вообще ни одного европейского ученого нет что не совсем верно но мы можем посмотреть вот такое движение красное и зеленое то есть у нас явно какой-то провал происходит причем шестом веке ученых много тут просто упомянутые на самом деле это люди которые собирали энциклопедии а вот потом у нас совсем как-то мало и снова рост она на востоке наоборот учение побывала на западное учение как-то так съездила на восток и вернулся обратно и кстати она очень интересно при этом претерпела разные изменения но об этом как раз сегодня потому что мы дойдем как раз до 1 стоит мы отдельно можем рассмотреть математику благо на сайте мактютер их разделили значит черным это исламские математики синим это не исламские красном отдельные дети причем не исламский это в основном западные вот видно что сначала у нас черное с краплением красных а вот где-то после 1200 до 1500 постепенно все больше синенького то есть больше западных ну тут может еще парочка китайцев и красных ну так опять скропление а черных становится все меньше то есть опять же наука обратно возвращается на запад значит так периодизация но в основном европейского средневековья 3 5 век это поздняя античность то что в античности такой постепенный переход вообще до 7 до 8 века дальше это ранее средневековье когда складывается средневековые правила высокое средневековье такое средневековое средневековье и потом позднее средневековье или вот тут же осень средневековья возрождение высокое средневековье что вообще было средневековье если вы что-то вспомните она скорее всего было высокие средневековье это было рыцари те период побеждали рыцари значит они были феодальная значит система даже вот это вот не феодальная раздробленность в основном правда во франции значит вассал мне моего вассала не мой вассал вот это высокое средневековье тут же были крестовые походы а позднее средневековье была война алые белые розы столетняя война но вот чего не было высокая средневековье не было чумы она была в ранние и поздние и в общем не было холеры иначе мы все время называют средневековой болезнью она вообще появилась в 19 веке в европе вот и вот концу как раз раннего средневековья появляются рыцари как некое сословие как то что не имеющий много денег феодал дает эти король дает эти значит какие-то там пожалования и дальше у нас живут и значительные вещи что нам важно это то что вот где-то с высокого средневековья начинается подъем городов который как раз в античности его не было позднее античности люди из городов переселили сельскую местность и раннее средневековье они в основном жили в этом самом где-то в лесах в деревнях и так далее и постепенно кстати весь это время с раннего до высокого средневековья у нас будет рост населения и население все больше становится в городах а именно в городах ну можно вести какую-то университеты да какие-то научные учреждения они скорее будут города хотя конечно есть одно важное исключение и там где вы можете жить как раз вне городов это монастыри и они как раз появятся позднюю античности самоначально на раннем средневековья теперь сословия средних веках напомнишь нас три сословия дыховянство дворянство и 3 сословия вот 3 3 сословия будет уже вот где-то концу средних концу высокого средневековья кстати чего еще не было высокое средневековье там только в конце появилась инквизиция и не было никакой охоты на ведь это вообще новое время частично выгнул самый конец высок уже вот позднего средневековья верили но вот критиками боролись ответными нет значит это те кто молится монахи духовенство те кто воюют то светские феодалы рыцари у них в принципе и власть там судебная хотя удаковинство тоже там все очень интересно например если вы принадлежали к духовенству то вас вообще должны было духовенство и суд был не светский а духовный он был обычно более мягкий если вы смотрели например фильма последняя дуэль вот недавно вышедший ридли скотта это по на настоящей истории там как раз было что одному герою предлагали обратиться к суду духовенства а на каком основании а он грамотный был вот из двух рыцарей которые были в этой истории только один был грамотный кстати жена вот этого неграмотного рыцаря тоже была грамотный это кстати довольно нормально потому что особенно в раннее средневековье потому что у женщин женщины сидели дома у них было больше возможности получить ну какой-то знатным дамам получить образование некое и заниматься просто вот поместье пока там ходили в разные походы из мужья а значит так вот тут даже такого грамотности было достаточно того чтобы вас могли вот в эту духовную сословию вот такая сложная система а те кто трудится это все остальное и вот это третье сословие из которого постепенно же не только крестьяне там постепенно появились горожане уже потом французской революции будет целая проблема до концу высокого средневековья то есть в 13 веку 12-13 веку важны будут как разграничить но в этом следующий важнейший античные авторы потому что античное наследие она конечно хранить ну а первые полет милецкий гераклит о них не вспоминали у них и книжек нету демокрит это атомистика вот совершенно не интересно неважно средние века а вот важны платон и аристотель у платона сохранила аристотеля сохранилась пятая часть написано вновь все равно немало значит у евклида значит евклид он написал книжку по геометрии и вот эти 5 постулатов и по оптике архимед хотя вот как раз в средневековье про него редко вспоминали клав дептолемей который построил но работу по ну первый придумал через какую-то обобщенную астрономическую работу так вот интересно что концу вот поздняя поздняя античность аристотель был мало популярен был более популярен платон ведь вот на карте на картине рафаэля это в районе 1500 года аристотель смотрит вниз платон наверх аристотель предложил формальную логику и вообще написал но он как бы можно сказать чтобы все таки во многом первый ученый потому что он начал доказывать до его доказательства конкретиках он сделал массу ошибок вот доказательства были совершенны но он доказал вот сама закута идея законов природы это было несколько раньше айдет четкого ясного доказательства аристотель в этом роли аристотеля очень важно но в тяжелое время поздней античности был более популярен платон его такими более мистическими идеями и да еще насчет картину так вы понимаете картину 1500 года резко изображена нет портрет так вот у меня вообще не будет никаких портретов реальных картины будут просто для все картинки будут исключительно для некой иллюстрации для но никого живляжа за исключением тех картин которые взяты из книжек вот книжки рукописи этого а вот эти все портреты никого нет портретного сходства я помогал от даже там три сразу поместила все разные а вот и так события поздней очищенности второй век это такой вот лучший век наверно в истории рима помните у нас там римская империя в это время огромная римская империя и у нас пять хороших императоров были они другу действительно они так назывались без шуток концу их правления про значились проблемы а значит антонинова чума такая была но это не чума правда но там серьезно так народ пострадал уменьшилось количество населения и был так называемый кризис третьего века хотя все еще было не так плохо сначала на справление антонина пиа где рим не вёл воин потом у нас получилось что дикт каракала 212 года дал всем жителям римское гражданство а вот но дальше у нас наступил вот экономические вот связанные с эпидемией покладание в это время были такие солдатские императоры которые очень сильно друг друга сменяли очень быстро там за 50 лет что-то там порядку 30 императоров ну в общем редко кто больше года служил некоторым удавалось там по 5 вот и перед тем самым императором где где кликан сделал несколько важных вещей он разделил римскую империю на две части пока еще это было и не на империи но просто думал для удобства управления кстати сам себе взял византийскую византийскую часть дава восточную а далее он сменил принципат на доминат то есть император считался все еще великим как бы считался первым гражданином у него была власть но он как бы вот не было такой восточной роскоши опять же это все будет скорее в византии западная будет скорее старая вариант и он же у него начинается всеобщее гонение на христиан дело то что христиане появляются их временами начинают проводить гонения сейчас историки говорят что гонения переувеличены в основном потому что ну как вы люди писали христианские писатели писали что всем преследовать чаще всего это был принцип не спрашиваем нет мы не спрашиваем вы не отвечаете вот так что принципе не так уж плохо все это время было как вы понимаете христианство появилось первом веке ну то есть вот известно из независимых источников концу первого века а вот и ну как развивалась постепенно все больше и больше людей особенно женщины рабы все кто принадлежат к ну скажем угнетаемым меньшинством они даже не зато меньшинством угнетаемые славы населения они принимают христианство так вот очень важный момент на 413 году происходит из дикта веритерпимости вот последний серьезно вот эти христиану а там серьезные были гонения вопросов нет происходит эти к веритерпимости перед этим армения становится первым христианским государством а делик тян он еще кроме всего прочего он попытался все это сохранить кончить этот кризис 3 века тем что все как бы оставил все как есть и в числе прочего получилось что то что я говорила люди как раз сильно предела городское население население вообще предела городской тем более а тогда вся наука была в городах поэтому уменьшение городского населения привело к уменьшению науки просто автоматически далее у нас значит следующее вот событие это то что у нас постепенно начинают приходить такие варвары и в принципе было около пяти процентов населения но эти варвары они ну так уже все плохо да они сложные взаимоотношения входят последними римлянами и в это время у нас еще появляется вот реанство такая некая ересь они единственная скажу а это ересь в которой вот они строятся не верили но дело в том что некоторое время эти ересь победила и в это время как раз часть этих вот готы в частности и вандалы они приняли эту ересь поэтому в результате получилось что они были захватили население которое верило немножко иное их было мало а население верила такое ортодоксальное католическо-православное христианство разницы между католиками православными а пока официально не было значит 395 году окончательно разделилась римская империя 406 году римляне ушли в британии а между этим святой иероним закончил вульгату что это такое это перевод на латинский язык гиблии и вот с этого момента по крайней мере западной римской империи именно вульгата именно знание латыни обязательно вот для этих самых священников нету попадались конечно грамотные священники но это все-таки исключение все-таки от священника ждали грамотности должен был узнать что латынь а вот греческий узнать не должен был потому что все что ему нужно было было на латыни вот то что римляне ушли из британии почему это важно иногда говорят темные века сейчас с этим спорят ну во-первых сначала сказали что темные века это в 6 10 век потом тоже уменьшили где-то там 6 7 9 10 но именно в британии период 4 5 6 век действительно был темный и без британии римляне ушли и неизвестно что там происходило вот очень мало данных по 5 6 но это касается только бы только британии все остальные места причем британия римская была вот как раз до шотландии нынешняя англия и но и в это время кстати происходят еще важный момент а значит и соборы появляются да вот как раз собор на соборах решаешь такое христианство потому что это уже сложно на самом деле понять что такое христианство что у нас христос у нас строится дал что христос кто такой святой дух и так далее вот это все они постепенно решаются эти проблемы на каждом соборе они будут сначала первые года этим заниматься вот и у нас в это время да кстати где-то в это время у нас вот примерно в это время вскоре после того как мы принимаем значит принимаем христианство миланский гиг да вот 395 год все единственная вера все вообще уже ничего других язычников быть не может и с этого момента язычники это не люди которые исповедуют знаешь там аристотеля и платона это люди которые вообще неграмотные и это очень важно потому что для них например те же самые монастыри не будут представлять никакой ценности а монастырях могут быть такие ценные вещи в том числе манускрипт раздел римской империи вот давайте тоже немножко пару слов об этом значит восточно римская империя это то что вот получилось так что восточно римской империи это более старые государства старее рима здесь говорили на греческом и на сирийском и это то что православие ну правда тут православие и потом ислам значительной степени а западная римская империя это то что те люди которые говорили на латыни они ее приняли и кроме британии и севера африки они до сих пор говорят на языках которые близки к латыни да то есть вот эти латинские так называемые языки они реально близки к латыни каждой стране произойдет все разное значит британия будет сейчас завоевана в испании вскоре она будет частично завоевана этими самыми варварами в италии значит будет много разных государствах почти сразу произойдет что совершенно разные государства одновременно будет существовать на территории италии ну а франция галлия к нас оставшие франции она будет более-менее единым вот и еще очень важно что значит вот я сказала разница между западной и восточной восточной наукой вас 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 не наукой а западные восточные религии здесь значит католицизм и православие между ними хотя они тысячу лет существовали как единая официальная единая религия не сразу появились некие различия да например язык восточной римской империи православия это было на мы говорим о том и теке на котором люди жили а западом был единая латы с другой стороны значит там был папа а восточной было несколько патриархов и патриархи почти всегда подчинялись императорам а папа ну потому что в истории папства было все что угодно кроме папы женщины это все-таки а все остальное было вот был случай когда помощник даже не сам не сам король а советник французского короля ударил дал пощечину к папе был случай когда значит английского короля прилюдно наказали экзекуциям устроили ну так не сильно он пострадал но унизил унижен был а император от священной римской империи стоял на коленях снегу перед папской резиденцией но в целом целом получилось так что в кесаре кесарева богу богова то есть папа имел некую независимость потому что он не мог влиять на светских феодалов светских делах но в религии он все-таки был ну папа и там при нем церковь потому что же там важный вопрос где папа нет власть а где нет власть кардинала где-то соборы ну где-то вот так религия до вот здесь период средневековья западная религия католицизм будет независимы от светских феодалов почти всегда по крайней мере даже они когда лезли они все-таки залезали вопросы кого назначить и пистолет все-таки вопросы теологии они относились к а вот восточной римской империи будут все время значит византии будут все время императоры потом цари обязательно теологические вопросы у нас начинаются вот пятый век это приходят всякие визготы вандалы все захватывают правда вандалы знали ценности грабить грабили но уничтожали просто появляются разные опять соборы приходят саксы англы и юты захватывают британские острова поэтому там уже никто теперь не говорит на латинском языке да там происходит сначала англосаксонский кельты значит частично погибают частично уходят долго там гуэлл частично смешивается частично ходит британский ну правда вот совсем вот активы все-таки останавливают причем останавливают его без готы вместе с гуны и далее 476 году происходит довольно формальное событие один из основных людей которые опять захватывает он просто берет эти самые имперские знаки власти отправляет их византии в константинополь ну и другой вариант это последний де юре император в его погибают далмации это пишет где-то на территории нынешней румынии или югославии ну где-то там вот у нас вот на этом кончается антично вот дальше наступает очень длинный сложный процесс вот когда вот античные вот это население население то вот в этой западной римской империи оно было 95 процентов по сравнению с пяти процентами захватчиков и поэтому там долго сохраняется например разное законодательство когда какая-нибудь женщина например она сожительствует с рабом если она римлянка вот то бишь вот например там гала римлянка то она свободная женщина а если она из франков то ее значит она становится сама рабли но вот даже в таких вещах да то есть у них вот и таком уровне на уровне вот совершенно таких бы того не получать долгое время шестом седьмом веке там какие-то остатки аж до одиннадцатого века совсем доходят разное право так приводит тому что право в среднем века было дикословно поэтому такой вот сложный процесс люди могли там жить и даже вообще не знать что у них там римская империя погибла правда конечно то что они приходят во-первых там вообще плохо в это время с этой самой общая так остановка не очень хорошая климатическая в том числе но это что они все-таки приходят вот туда-сюда ходят обязательно что-нибудь грабят это конечно не очень хорошо люди опять же уезжают происходит того что у них натуральное хозяйство появляется они живут вот там где-то у тебя и конечно не знаю что все сами делают но почти нет международной торговли она есть только при по рекам даже международная такая вот какая-то торговля она есть по рекам и заводит в основном соль а на втором месте идет вино важное для католиков они там используют во время службы и плюс товары роскоши и пристать даже прекращают золото золотые монеты делать такой в общем некий бедлам происходит правда не то что прям все пустыня на все такое в отдельном месте все могу быть очень даже не пусто но вот в целом такая ситуация не очень хорошая и главное что города вот действительно но теперь давайте поговорим об очень городов становится меньше вот они по населению а о том что происходит с христианами которые воспринимают языческая религия сначала надо понять как они язычество принимать здесь мы можем посмотреть на разных людей например и устин философ пишет потому что не совсем сходно но учение этих стоиков поэтов и историков прекрасно потому что познавая отчество отчасти сродная спасением словом божиим то есть до бога какие-то правильные идеи были у всяких у всяких других людей у всяких вот и здесь он говорит о платоне платона действительно учение платона близко к христианству отчасти кстати потому что создавали его плац люди которые были неоплатонниками во многом но и они его лучше вот воспринимали потому что в конце вот этого учения было в конце вот этого периода был популярен плакать пациент пишет наоборот статья что хорошего приобрели во философске кто из отличившихся в нем был чувств тщеславия вот диаген особенно хватал со своей бочкой но правда он говорит лечиться лекарствами я так себе позволяю а вот конечно другие вещи не надо климента лисандрийский он говорит что философия служанка теологии то что потом появится концу средневековья то что вот важный момент это потом фанатинский это подчеркнет философия была необходимой лина как учение праведности до пришествия господа и надо за него философия помогает в образовании подготовительные упражнения правда он при этом ругает греков за то что на самом деле это не греческая мудрость у нас потому что ну во первых некоторые греки жили не в греции если вы смотрели предыдущую лекцию по истории античности да большинство греков жили не на территории самой нынешней грецы а на территории вот греческой культуры в основном там передней азии на островах вот ну конечно вот он такой пищи знаете вот это что этот автор где-то ходил искал вот кто-то считает что гомер был гептянин значит гомер не грек вот и далее он реально перечисляет гадание краска для волос философия астрология геометрия длина и одежда кастангеты крик колесницы придумали не греки вот прям все вот я реально выписывал список совершенно длинные и и и вот альфа витки не кисти на придумали то есть не греки вообще грекам все это приписывал и вообще они жили после моисея мы все и понятно дело праведных а вот но но даже если эллинская философия не содержит истины тем не менее она подготавливает их ведущей песни так что все-таки полезно говорит этот товарищ а вот циркулян говорит иначе он говорит философы только стремятся песни весьма стесненные в этом веке а христиане владеют этому вообще у философов все неверно потому что все различные вот интересный момент да то есть как бы вообще христиан обязательно должна была быть общей идеи и это не так уж плохо потому что в науке мы стремимся чтобы у нас была какая-то одна гипотеза по крайней мере в естественных наук но конечно мы должны вначале все это дискуссионно проходить поэтому может быть для естественных наук идея что у нас должно быть все одинаково не так уж ну да у на поэта все недостойно потому что грустно у народа все беспорядочно потому что произвольно пилосы могли бы кашки наткнуться на божественные книги но они как-то и наткнулись но придрели в общем не надо дионисий александрийский священно мученик говорит но он спорит правда с пикурейцами а пикурейцы были атомистами потому что ну не может быть чтобы прекрасный космос был построен в виде случайности надо отметить что до сих пор вопросы вызывает неверующих но вот такой вопрос конечно и герми философ тоже повторяет директуле а нам что видно было как философы противоречит друг другу мнению бесполезно и как исследование теряются бесконечности ни на чем не останавливай недостижимой бесполезно целих усилий вообще они там тупы они так храбры чтобы не сказать тупы в общем герми философ говорит что да вот константин великий я просто хочу сказать что вот иногда путают здесь в эдикте константина великого было все таки сказано просто что мы отменяем все все вот правила против христиан то есть это был практически эдикта верить терпимисты но очень быстро крестьян созревала самые важные вот это все вот споры вот это все вы нам не нужно ваше язычество это еще когда христианство само по себе подвергалась таким нападкам вот они кстати этот патрионистик называется первый второй век а второй третий век называется апологетика там люди доказывают христиане хорошие вот наоборот вы говорите что этот человек хороший потому что несмотря на то что христианин нет он такой хороший потому что он христианин ну вот но временами они занимаются вопросами нужны немезий был неоплатоник откуда они все брались то в это время основном очень многие люди как раз были христианами в первом поколении они сами принимали христианство все еще все еще 4 века это когда еще христианство только-только становится м3 и он говорит что чтобы христианизировать культурную элиту империи к ней надо обращаться на языке не зеленского любомудрые любомудрия то есть ну вот обсуждать ними только не привыкли к платону нарисовать он кстати вспоминает аристотеля и находит даже обсуждает некие вопросы связанные с оптикой ну вот обсуждает теорию платона и рисует блаженный августин очень важный человек во первых он говорит что вот он изучал все это был юности не платоников изучал философию и вред от этого был и вот как бы он сам возгордился и если я гла-ка чувствовал и гнусло заблужался в науке благочестия то какой смысл от того что я все это легко справлялся с науками но в общем то он говорил о том что вопросы науки к библии не относятся и вообще не надо их трогать а то мы что-нибудь придумаем не то не следует трактовать изречения божия плотским образом и сказанное им о природе вещей на основании верных доводов мясо не противоречит нашим писаниям так что они из своих книг противоречит нашим писанием католической вере совершенно ложно то есть раз не противоречит какой-то опыт лучшим вере то и как бы это говорит просто о том что нам опыт надо брать а веру не брать это то что будет потом веру католическую веру как надо я имею ввиду языческую веру не брать вот многие вещи не противоречит их надо брать это то что на самом деле вот эти все слова блаженного августе на результате вернусь вот такой идеи что да мы будем брать то что не противоречит ну как бы не противоречит католической вере ну вот скажем блаженный август оказался вот маэстримом не то что нам это абсолютно не нужно а берем то что ну и иран златоуст он немножко говорит скорее об обычаях но он говорит надлежало отвергнуть то что было с давних времен и принять новые обычаи требующие великих подвигов что еще труднее но он говорил скорее о принятии благочестия это вообще очень важный момент все таки вот такого требования отречения такого требования к скетизму конечно в языческих язычников не было и он как раз поссорился с императрицей которая позволялась бы конечно и роскошь и все прочее вот на современной картине это изображено как он там приклинает и так далее вот и надо отметить что в среднем века люди вообще очень сильно были повернуты вы знаете что он получил и повернуты на вере потому что вера давала им возможность жить вечно а попасть в рай у некоторые говорили там 11000 может попасть в рай ну может это какой-то уж совсем такое преувеличение но в любом случае это не не каждый туда попадает это не то чтобы они будет это надо заслужить и получается что вы должны действительно то что говорил ظheyна августин он же верил это все что вы должны много работать вы должны много делать по поводу благочестия а вот это все остальное они в общем туне во ворusing получается что люди которые сейчас мало того что у вас весим заняться во всякое вер rays решил в борьбу вообще мало людей в городах выполнить этих людей которых мало вот еще люди должны заниматься христианством там уже где-то на задворках у нас происходит занятие ну и в это время у нас кое-что подокрывалась поэтому люди побежали некоторые куда и оказалось такое место это видите вот тут нарисовано это нынешние нынешний ран где в это время были зарата острицы которые были все еще это 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 язычники но такая сложная языческая и сасанитская персия сделал с убежищем для всех культурных элементов она принимала евреев пересеков христиан язычников очень там все равно было и там возникла греко-сирийская медицинская школа и вообще вместо куда все прибежали и стали переводить все это сирийский язык потому что сирийский язык был язык науки литературный язык западной азии целого третьего века а потом через некоторое время захватят арабы и арабы сохранят вот эту всю культуру они к этому времени захотят захватить и тоже ее себе аккумулирует вот таким интересным образом получилось куда делать греческая культура они все туда вот не все но некоторое количество туда сбежало и так шестой век теперь наступает а я буду придерживаться хронологического порядка потому что иначе получается что вдруг действительно как-то все где-то там двинулись в одно место в другом месте не осталось нет так видно что и вас во всей как бы европе и западной азии кто-то находился значит что у нас происходит значит король хлодвиг принимает христианство он принимает его позже других варваров но зато принимает католическим именно франция вскоре он значит как раз битву при суассоне выигрывает образуется такой густарства который одноленно напоминает нынешнюю францию хотя конечно ну все еще она вы иногда вайт больше вот ну франция туда входят дина франки и галлы если у нас есть элемент франции элемент галлии оба названы честь франции персидского византийские войны проходят с разным успехом и в это время значит запрещают неоплатоновскую академию в афина это вот то как раз а что у нас происходит почему еще люди бегут вот в этот самый в уран ну вандальская война византии ты захватывают вандальские земли северной африке правда скоро снова заберу но они также охватывают часть италии поэтому италия такая возникнет очень сложная система италия как государство образуется только в девятнадцатом веке в середине гриба ну и дальше у нас происходит реально истинянова чума тут настоящая чума очень серьезная эпидемия и извержение вулканов то есть вот то что я говорю что так вот все-таки как после этого всего еще немножко устаканилось после того что прибежали варвары а теперь у нас реально стало плохо потому что у нас появился ранее средневековый мало ледниковый период то есть холодно все плохо растет ну отапливать надо точно население уменьшается потом начнет расти но есть она очень все террасли жизни одновременно ну и далее у нас еще что происходит несколько соборов с конца века начинается река стерилизация англии который идет из ирландии грима потом победит римский вариант ну значит время изгоняет азготов вообще то что там было азготская государство было как раз опять же хорошо потому что азготы вынуждены были быть ну как вера терпима потому что было очень мало взяти хотя бы внутри конфессии вы получали вера терпим и что интересно второй второй пятый вселенский второй константинопольский собор он очень много чего объявляет ересами и как видите платонизм и вот здесь я обнаружил интересную особенность в русскоязычных источниках написано про платонизм вот просто платонизм а в этих самых в англоязычных источников записано про конкретных неоплатоников то есть сам платонизм не был объявлен ересь и на может быть это очень важное различие поскольку как я поняла этих самых все равно не сохранилось самих результатов и две разные интерпретации потому что по какой-то странной истории все-таки почти не было ученых византии ученых которые меня интересуют в этой области а западной империи где все-таки как бы платонизм вроде остался они были ну вот ну может быть я не права это как это совсем не объяснило вот как то вот странно такая вот да и персидко-византийские войны ведутся итак борец и как раз вот при этом самом о сгодских королях последний римлян правда потом убьют но он не платоник он теолог он очень важный человек для раннего средневековья и он вел музыку средневековую культуру огромное количество информации огромное количество людей занимался музыкой вот какими-то канонами я когда-то токсфордская читала токсфордскую энциклопедию там просто все время открывай кого-то человека 50 процентов на место он занимался музыкой ну и здесь он пишет что вот у нас есть круг земель что мы узнали экономических наблюдений и он представляет собой точку в системе небесского пространства и четвертая часть земли стала известна себе если то линия здесь какие-то все-таки вот он рассказывает о каком-то решении философии и использует данные астрономии дионисий малый но вот этот человек сделал просто одну вещь не особо занимаясь астрономии чем-то он вел дионисовый таблицу монте-кассино здесь появляется бенедиктинский монастырь видите какой сложный монастырь бенедиктин ты это монастырь который будет заниматься хозяйственной деятельностью и здесь очень много всего что они делают вот именно они этим занимаются и поэтому схемы бенедиктинских монастырей будет очень много они такие черные монахи они не самые бедные потом будут более бедные белые потому что это не белье не крашеная шерсть а потом серые даже не отбеленная еще беднее но вот бедниктиктианцы что они сделают полезно не появится и варий ну там в виктории даже при женских монастырях будут значит места где надо переписывать книги да изначально это во многом будет просто некая повинность потому что монахи давали несколько обедов они обещали послушание и они обещали работать вот эта работа вполне правильная работа но она стала правильной работы вы могли вообще-то конечно весело от этого самого главного монастыря то он мог позволить вам аббата он мог у вас отправить растение выращивать мог отправить на кухне мог оставить ну наверное у как-то учитывал кто что но это очень личные взаимоотношения тоже играли вот далее у нас происходит иван целопон один из двух людей принадлежащих византии которых я вообще буду рассказывать потому что малую было он придумал во первых он обсуждает аристотеля комментирует где-то соглашает где-то нет но у него есть два простых движения прямолинейная круговое это аристотеля и на этом основании он выписывает что свет не может быть телом то есть аристотель для него такой важный авторитет что вся логика свой то кого рисует и сказал но он обсуждает в разные варианты как как видит а далее он говорит о том как снаряд двигается в пустоте и вот он вводит понятие петуса первым и такая интересная штука которая появится уже позднее среди вековья немножечко будет и в ранее и высокая снаряд движется за счет импиетуса который воздействует движителем и который истощается процессе движения уменьшение скорости падения при возрастании плотности среды аристотель считал что нет вакуума вакуум с этим спорит вакуум возможен нет с этим проблем но вот у него вот есть эта идея импиетуса которая некоторые ее с импульсом сравнили там ведь много различий ну то есть как бы немножечко похуже импиетус который в процессе движения истощается если это плотная среда это вакууме конечно да фонда этого не доходит на сама по себе идея у него весьма интересно далее он описывает как создан мир по платону кассидор кассидор был тоже при отгодском короле и он говорит что изучение древних да будет нашим делом вот необходимо писать это важное дело но если вы хотите быть писарем вы должны прочитать вы должны знать про орфографию поэтому читайте вот этих авторов значит основа латинской риторики дам поставил вот обязанность монастыри должны заниматься переписывали текста нынешней италии государственные дети давайте так делать и он пишет а вот а вы вы помните у нас показывал вам как монастырь там выращивали сады а если вы еще эти сады то вам нужны вот такие авторы которые тоже прочтете и вот узнаете а вот если вы значит вам нужно медицина то читайте галена и там еще как но грех стенизация в англии было но там первые люди они просто головоломками занимались не все тут были серьезные ученые и так следующий кусочек седьмой век что здесь важно пока мусульмане пока византия спорит с персией приходят мусульмане они полностью захватывают персию и частично захватывают византию начинается то есть вот ну пока еще это не угрожает европе но византия у нее начинаются большие проблемы при этом сама уже в 680 году из-за во время битвы при кирбеле погибает ну пророка и с тех пор у них есть шииты и сунниты и они другого-то просить не могут решить не могут просить суннита что они убили внука пророка вот как бы почти сразу делится исламская вот значит да и египет я специально выделена почему было очень важно завоевание египта а потому что европа потеряла дешевую ну как дешевый материал для письма тростник вот на основе тростника значит получали не стало тростника не не стало папирусов и теперь дорого ну там помилочи греческий огонь он при этом все еще продолжаются всякие константин собора постепенно и борьба с болгаром в этой самой это испании которые были без годы и предыдущие население появляется такой человек и седор северский который является покровителем интернета ну как принято католическая церковь выделяет ну вот он говорит что в математика четыре вида это арифметика геометрия музыка астрономии алгебры не было музыка вот и вообще пишет такую книжку под название эпидемология где ему очень важно как что называется откуда что произошло причем названием берет ну такая народная технология не серьезно но она важно и он все это вместе собирает и вот что он тут иногда какие-то совсем вещи обсуждает например учетный и нечетный учитель первое простое второе составную третье средне ну астрология до того не будет все средние века астрология наука частично природные вот и у него у него значит частей мира 4 огонь воздух вода земля это вот то что он сначала говорила там про первых гераклии ты прочим вот это отсюда из 6 века до нашей что интересно у него земля плоская и это исключение не правило то есть вот кого я не встречал в одну еще маленькая потом исключение поиски у всех земля не плоская а у него плоско степан александрийский тем интересен что он армянского географа там пройдет цвета беда достопочтенный очень важный человек средневековый идеал ученого казалось бы темные века до 600 вот около 700 года ничего у нас есть святой беда достопочтенный он описывает четырехцветную радугу в воздухе который образуется благодаря солнцу и находящийся напротив облака вообще сколько цветов радуги это личное дело каждого от 4 до 10 и даже один выделяется солнечный луч попадает пол и облака отражается и преломляется маленькие солнышки подобно того как на воске возбудится рисунок персня при этим огненный цвет он заинствует у неба пурпурный вот у воздуха гиацинтовой и травяной земли нельзя сказать что здесь большие разумные идеи это все таки попытки какие-то научные что-то объяснить ну у него всем звезд разделены определенными промежутками блуждающий тем небес правда небеса это воздух эфир а дальше совсем идет ангелы строятся и так далее но по крайней мере в него уже земля круглая правда я не у него наша картинку но он говорит у каждой планеты свой круг он пишет что земля круглая так что тут попросит нет да вот прямо пишет что звезда это абсолютный шар земля круглая но не абсолютно круглая потому что у нас есть всякие она не а потому что есть горы и равнины очень разумно дали у нас события 690 750 года это тульский собор пресловутый и это то что византии но это тогда мелочи да вообще тут важно что как раз византийский императоры попробовали начать это наборчество которых это вот было отдельно это они пытались сделать на востоке на западе на это не реагировали ника при этом у нас здесь все время происходит останавливаем арабы вот по всем местам значит да не захватывает перенески пилотов но постепенно после этого их останавливают устанавливают у сардарии это передняя азия значит китай не попадают византийцы их останавливают в долине кавадонга их останавливают не дав им захватить всю перенески полуостров и плюс еще битва при платье это уже франция центр франции где франкина дорабами тоже оказывает то есть ну значит ограбов остановили но они довольно большую территорию захватил и андамаскин но тоже пишет при физические движения телок но где-то вот по дороге и он пишет философия из познания божественных и человеческих вещей философия делится на теоретическую практическую теоретическое это богословие физиология и математика практическая этика экономика и политика опять это идея арифметика музыка геометрия тут мало что происходило науки ног что-то что-то кто-то теплится кто-то что-то обсуждать далее события 756 871 год значит это значит викинги вот только вы разобрали старого появляется и викинги значит у нас здесь карл великий сейчас мы про него поговорим но у нас сразу поиск отпуляйте там великий вроде все уже как бы идет хроническое возрождение значит у нас происходит обратное приходит викинги а викинги язычники они начинают захватывать монастыри монастыри и церкви уничтожать а помните у нас монастырях как сейчас как раз находятся книги поэтому это не очень хорошие вещи вот ну и там и сарацину тоже иногда что-то происходит а в европе восточной там тоже там появляются венгры и но зато вот начинается постепенно и христа болгары до венгры постепенно происходит христианизация ну вот некоторых правителей не кроме этого у нас еще важный момент что мусульмане захватывать сицилию сицилия сейчас несколько раз поменяет своих владения это окажется очень хорошо для сицилии которая кажется все так быстро поменялось что там будет вероцерпенция ветость и так как я сказала краническое возрождение сейчас ставится под вопрос почему карл великий сам по себе был безграмотный вроде бы писать читать научился писать но к этому времени сохраняли школы и в восемьсот семнадцатом их закрыли то есть школы должны быть только внутри монастыря ну как бы то есть и внутри монастыря да там не обязательно только будущих монахов и будут учать салман письму пению счета грамматики переписка книг но вот как бы где-то добавилось где-то убрала ну в общем люди причем интересно что люди которые были вот алкулин йоркский нужно антумбрии вот еще сто лет назад там еще пристаться не было а теперь уже все он теперь вот побывал в англии он вернулся сюда да да скорее как украинское возрождение было с играми а далее вот это книжки это книги того времени ведь и потрясающими но именно слишком дорогие книги когда кто-нибудь вам рассказывает что среди века книга стоила как целый замок вот здесь это ну хоть как-то куда-то можно это преувеличение но здесь хотя бы об этом можно говорить нормальное время книга не может стоит замок очень даже близко вот самая дорогая книга вот самый маленький замок а потому что книга должна ее должны читать а при таких дорогих книжках и в руки взять страшно поэтому в это время как раз плохо но вообще в девятом веке есть некоторое количество людей которые занимаются ну хотя бы они не то чтобы что-то развивают но они что-то компилирует скорее в это время вообще много компилирует причем компилировали они а вот особенно более предыдущие поколения не компилировали авторов позднего они не компилируют позднего вот римляне да еще 4 5 века там не особо-то было хорошо написано они не брали первоисточники они брали более поздние работы и и переписали но это все происходит они что-то пишут развивают то есть по крайней мере наук куда-то идеи привык и вот например робин мауэр пишет но он пишет что амулеты и прочие средства которые пренебрегает врачебная наука излишне это все и в общем не надо и астрология плохо это воспитание клириков и здесь появляется идея вот у скота и рюгена 7 свободных искусств опять же его придумал макс ренте ворон у него правда их было 9 медицина архитектуры а марциан капелло при 5 веке описал эти 7 там еще к метруве все это относится который книжки по архитектуре написал ну вот как тут все вместе и получается идея 1 это три это грамматика плюс логика плюс литорика а далее то же самое математика квадриви это фактически их математика геометрия плюс арифметика при астрономии плюс музыка это то что надо учить ну не самый плохой вариант ну а в это время мудрость появляется в багдаде помните они захватили персию где было много ученых плюс а первые закончились первые халифы которые были такие людьми и тут появились люди нега роскошь и наука аббасиды первые особенно халифов мамуны вот несколько первых людей они строят эту библиотеку вот восемьсот тридцать втором году подтверждают там несколько раз до мудрости создавался и они его сделают ну вот обсерваторию по люди багдады в виде дамаска вот братья бану муса будут играть большую роль то есть там собираются ученые давайте рассмотрим вообще особенности астрономии в исламе особенность астрономии в исламе означает то что вы с вами астрономия нужна практически почему потому что нужно и было это направление на метку здесь современный способ определения но никакие такие похожи надо определить в каждой точке где у вас не к потому что надо молиться глядя на метку время молит там ничего не тривиально если посмотреть что надо делать потом у вас еще появляется то что у вас очень сложный этот самый исламский календарь реально тут пасхание надо европейцев а тут вообще дико и это все в этим всем занимаетесь квадранты солнечные часы вот но что людей занимается просто исследований здесь такой где там все описано где солнце всходит восходит какие планеты какие звезды вот каждым есть они дописали почему-то в каждом месяце каждом отдельном годе вот и в тринадцатом веке в мечети в медресе появляются даже специальные мувакиты профессиональные астрономы который в том числе вот определяет время молитв ну наверное самый крупный включить при этом видите огромное количество рукописи они переводят и комментируют переводили этот альмагест возможно сирийского греческого написано ли они переписывают вот 900 лет вот ну и постепенно я еще была математикам и все исключения я чеку математику говорил куда-то она у меня делать математика вы с вами тоже есть некоторые особенности связаны с правом про право обязательно надо изучать а их связаны но там меньше вот эти пазари их то ли один то ли два они за из старинной иранской семьи и арабская астрономическая традиция нигде не почти ничего не осталось и вот там кстати интересно с переводами что часть переводов будет проводиться сирийского языка как греческом в этот арабский еще через сирийский вот мухаммед аль-харегми он вошел в историю что привел переводов алгебра хотя тогда алгебра была не совсем тем это скорее полезная всякая информация но он также он ввел индийскую позиционную систему потому что вот эти вот они брали не только гречески но еще вот по крайней математике они брали еще индийцев а еще они брали персов там персов не особо много было но кое-что было вот и он определяет всякие вещи в общем занимаются аль-фаргани кратенько изложил птолемея поэтому его работу дважды перевели в 12 веке вообще она была дик популярна всегда хорошо когда суп родника алькинди и знатной арабской семьи а считается первым философом арабов и по-моему он называется второй философ потому что он говорит о том арабский перри перри патеттизм ты бишь он принимает аристотеля он почему-то хотя аристотель был скорее сторонник интро миссии а вот и такая экстра миссии от эвклида это когда свет из глаз то есть нужен визуальный луч из глаз и луч света и тогда вы что-то видите вот товарищ так это писал плюс чем прозрачнее чем длиннее но в общем хотя он делал опять же много ошибок само по себе мало что можно вместе много у него было трактатов по разным предметам на мало что сохранились но сама по себе логика сама себе себе принятие аристотеля в арабский мир это конечно очень важно и важно как вы будете читать далее он интересный пишет о движении солнца по эклиптике действительно солнце сильно подвинулся эклиптики то был бы у нас тяжело жить она как раз ну вот он по-моему не замечает что все-таки какая-то эклиптика есть я ничего не поняла есть теплота то значит необходимо должен быть и холод есть только значит необходимо должна быть и глазами сочетание четырех качеств необходимо предполагать существование четырех элементов поэтому раз четыре элемента то четыре времени года ну и круг параллельно небесному экватору оказывает воздействие на расположены под ними пункты определенной широты и долготы это теоретическое объяснение астрологии хотя может быть он говорил и принять так что же у нас в это время происходит значит у нас тут альфред великий несколько всяких соборов правда они уже происходят как-то немножечко по-разному это или где и викинги реально тут приходят в париж плюс венгрии появляются и на исходе этого времени появляется титул рицаря и пик могущества в британские белье вот и белья это очень интересное место где при наличии христиан захватили захватили христиан туда же там был дожил довольно много иудеев и кстати от год и хотели простите весь год и хотели выгнать но не успели пришли значит ислам пришли мусульмане и вот эта сложная система в иберии она в результате там еще делится потом на несколько королев приводит тому что там перетерпим причем лучше они относились к христианам наоборот простите лучше они относились более близким евреям то что ну и по обычаям ближе но и христиане в принципе могли себя вести если просто ну были ограничения в принципе например нельзя было строить новые церкви вообще в церкви может быть церкви можно было валить молитв только внутри но это иногда разрушалось нельзя было например люди книги это в первую очередь идеи и христиане еще там саби это а к ним относились довольно прилично особенно потому что они платят дополнительный налог поэтому христиане в принципе вполне себе с некоторыми ограничениями могли существовать они не могли занимать такие должности предваренно но по факту занимали в разное время но и получалось то что получался обмен день а поскольку еще и временами там начинали вдруг усиливать там гонение на христиан там ограничения а где-то там еще или евреев это все еще куда-то перемещалась между разными краницами что все прекрасно приводило прекрасным результатом ну и в это время продолжается христианизация разных людей венгров останавливают а вот например викингов вот видим становится герцогом нормандии получается довольно такая ситуация а что у вас викинги становятся христианизируются и вот как бы включаются быстрее вот вот два переводчика христиане которые тоже работали в это время понятно при дворе а при дворе они хотя оставались арабами это отец и сын ой арабами христианцами они ставались не принимали это было возможно и вот они они здесь пишут переводят и пишут работы сами то есть это очень важно прошло не просто приводили они обязательно что-нибудь переводчики почти всегда сами писали какие-то работы далее у нас появляется таинственный товарищ который вообще непонятно был жил вот я тут написано какие-то книжки которые написал можно написать но факт то что был некий алхимический трактаты которые вошли как то что написал гейбер хотя мужчине видят то есть мы как бы в смысле источник сам гейбер просто вот они вошли то вот как гомер написал или аду а сколько там было людей писал или аду это вопрос вот автор на фигаре у него есть вполне нормальная идея здесь не главное искать философский камень пишет что все металлы с этой серой пути в разных соотношениях и взял мячную соль но это конечно неправильная идея по себе идея что что-то из чего-то состоит плюс введение всяких интересных устройств в принципе алхимия будет сабит и ванкура вот саби это такая тоже они были были людьми книги и он пытается доказать 5 постулат эсклида он много переводит некоторые работы аристотеля и часть комик аполлония сферика манилая сохранить столько у него работа тут целая группа но придут ники трепет гипотетических колебаний в процессе равнодельствия это ошибка и долго будет обсуждать просто ошибка ну и первая работа с камерой обскурой то есть вот дальше тоже болбаки приводил греческого на арабский и написал более 60 собственных работ он за руками себе ездил византий а в это время европе тоже люди происходят довольно интересно они организуют соленскую медицинскую школу три года подготовки 5 лет обучения год практики вполне нормальная и интересно что это единственное место в европе среди века где преподавали женщины известны прямо трактаты написаны тратулы а белый и ребек регуар на вот они здесь работали да это это италия они вполне себе работали не преподавали вот пока это существовало женщины могли но мало и было новым а вот и мы знаем что я сохранился соленских воду справа 14 века но я уж историю врачебной науки рассказывать не буду поэтому что здесь вполне нормальная идея а врачей не хватает пусть будет врачами твоими трое веселый характер покой уверенность пищи зубы почистить ванну примет но понятно что полезно тут интересно багряные вина супы пожирнее хлеб из тончайшей муки а вот грушу груша это и редька и орех теряк это такая сложная штука варили вообще знаете такие анекдоты ходили когда там где-то а вот у меня что-то осталось давай сюда бросается лучше теряк руты и чеснок это противоядие но если вы вареная груша а сырая отрава и зачем груши не было вроде они сильно не изменились но не то чтобы здесь все идеально было но как бы идея неплохая но ничего не поделаешь в месяц любой хорошо прибегнуть корпусами кстати вот я показывала вот монастырь у них потом монастыре были специальные места для корпуса в этом время появляются исламские университеты но здесь все сложно потому что первый университет витя обрабатывался то ли 732 то ли в 1956 следующий это то что патима тоже тут видите 859-47 то есть патима может быть патима может и не патима вообще тут не обязательно женщина была организовала университет медресе которая потом стала в принципе когда-то университет более наверное говорить о патимидах аль-хазар и низание в багдаде которые были но в общем в основном богословии хотя изучали исламское право логику фазы луны арифметику а позже даже добавилась история математика физические науки и музыка то есть да были первые университеты в принципе в ислании но это не традиционные с нашей точки зрения университеты традиционными университетами они стали в 20 и даже обучение было проходило вот они тогда сидели и повторяли за но здесь вот интересные мне понравился интересный товарищ вот врач например который считал что есть отдельные лекарства для богатых и вредных для богатых мы добавим сахар наверно чтобы не получился сахарный диабет они еще больше болели ладно сахар тогда не считался вредным а для бедных у кого нет врача лекарства для бедных вот но при этом он ставил разницу между остыком и книжку витин печатали ас до 1866 года вот и он посоветовал врачам просектировать населенных городах а также изучать труд древних ну нормально батальни очень давно практик он вот рассчитывал тут фазы луны вот например это это к из его картинка из его книжки то есть ну как из его рукописи а он был скорее практиком то есть вот это вот сложная страну его не интересовала конечно астрология он все еще учился в багдаде работал багдаде на багдад уже к этому времени не был признан центром уже там и он определил продолжительность сезона фоотропического года чуть хуже чем тихо браги который жил как вы понимаете в районе 1600 года 700 лет и точное значение наклона эклиптики ну почти почти точно кроме того он настолько точно посчитал вот всякие тут вещи кольцообразные затмение видимый диаметр солнца и луны а вот и все его расчеты были такие точные изоблюдения что в восемнадцатом веке вековое ускорение луны получали по его работам надо было кого-то взять даже кого ускорить старые работы поэтому вот батальни как раз оказался самый точный старый альбу камир альмусри работал в каире и написал вторую работу после харизме а вот книжка о птицах она о математике вообще название книжек иногда мне очень математику применял стран делом на сегодня но он европе тоже были в этом ученые было до 1 клюнинский он просто организовал аббас клюнин который будет очень важным центром опять идем на восток хам да не нормально такой вот ученый арабский ученый-энциклопедист астроном географ историк правовед филолог и экономист врач вот в том числе арабийский плоскость написал обсуждал аристотеля ну что-то тут на не то сделал альфа-раби очень известный астроном значит комментарии к лима а вот он второй учитель а второй учитель альфа-раби восточный аристотелин все-таки во многом его логика перечислял науку но у него математика включает оптику музыку статику механику вот не например считал что есть разные на некоторые принципы наук присущие людям некоторые зависим из других наук 3 достигают результате опыта стал вот много занимался в том числе и оптикой и вот том числе у него была проблема дело то что космология по корану вот я говорила что есть два исключения насчет плоткой земли такой по корану есть тем этих самых всем этих самых небес и всем 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 планет вот как это объяснять но как-то все-таки оказалось что уж совсем какая-то странная вещь поэтому вот теологи это как-то объяснять все-таки ни у одного из арабских стану все-таки не было проблем с тем что они делали это как-то все-таки было принято ну просто интересная карта альма судьи вот вот аль-жафар аль-хазим пытался решить проблему с тем что не получается вас по кругу планетами поэтому помните планеты ретроградный меркурий планеты идут по обратному поэтому он решил гомоцентрическую модель то есть видите земля то в одном месте обращается все это земляне не все они в центре она неподвижна но не всем обу сахал он написал в общем что-то похоже на закон с нова ну вот хотите вот это тоже написано параптики прочесть не могу но картинка домой взгляд недостаточно для того чтобы писать закон с нова он вообще говорил о том что у вас при при переходе за одной среды в другую вас меняется уже но не нашел как закон через фильм это все-таки немножечко чересчур говорить но хамель-мири значит говорил что обсуждал люби теории света экстранистрии экстранистрии если у вас света с глазами нету но реальные выводы философии не могут противоречить богоскровенным истинным и планом вот это тоже интересный а вы сахаль аль куйхи наблюдал за его значит это лоптические свойства зеркал и выдвинул идею что вес тела может зависеть от его расстояния до центра земли что в общем довольно разумно но к сожалению европе был вообще так ситуация такая вообще с восточными товарищем очень тяжело у них очень сложные похожие имена но если у них есть коротенько односложное имя наверное вы знали на западе техника раннего средневековья вот много чего известны с ними есть вот дана подъемные машины они были еще до ислама шахты есть консольные висячие мосты и лодочные мосты а вот на западе что же происходит 800 это изображение хамута первое распространение водяных мельниц 9 10 ветряные но пока это испания которая арабская а двенадцатый век это христианский запад вспомните у нас донкикот сражался третий веков как раз в испании они были еще за пять веков до него внедряется горизонтальный скатский салог беру не на востоке описал чугун врана появляется железноделательная машина некий компиляции по сельскому хозяйству ремесла пока не очень качественный 1238 год это первая бумажная мельница и 1290 это клевошит появляется изображение домкрата вот очки там очень интересная история когда-нибудь расскажу совсем следующий раз когда буду рассказывать про мессанс там прям детективная история потому что много чего изменилось в истории изобретения на на механические часы и так постепенно к тому же внедряются три поля что крайне важно потому что у вас только треть если вы и поле до высока треть ну и события переходного периода от высокого средневековья да у нас здесь появляются начинается строится собора но при этом кончает в латове к империи византийской правда там некое каминус к возрождению опять же она не касается в ней совсем нету науки нормальское забывание южной италии это очень важно потому что там образуется прекрасное место где три культуры существует а при культуре существует ислам христианство и иудаизм это сразу сразу возможность обмениваться людей правда появляются первые костры с ритиками с ритиками начинают реально так бороться вот попытка 989 год попытка собор шару мир и перемирие божье попытка какие-то правила ну хотя бы внутри христианство как воевать девятьсот восемьдесят шестой это первый частный суд в областной книге вот и раскол очень важное событие это раскол христианской церкви 1054 год отсюда церкви будут две уже католическое православие ну и вот ну да но там еще всякие местные вещи например 1066 год добиться пригодится а почему это очень важный момент потому что с этого момента у нас появляются наоборот вместо темных веков но они уже закончились от седьмого века но англия наоборот покажется самым светом потому что вскоре еврей завыватель он будет все записывать все записывал и все продолжали записывать все что мы сейчас узнаем среднефиках герберт что интересно он стал папой он возродил абак он предложил построить музыку и он начал математику испании то есть к этому времени вы должны были что-то узнать отправиться в испании где помните у нас в это время были арабы и очень интересно что где-то там пятом четвертом пятом веке они где-то забыли греческий вот он перестал быть нужен они все его забыли не было поэтому в результате все новое устро диаграммы для студентов по стране что-то делала для того чтобы что-то делать ему сначала надо было получить специальность об италии специалисты по музыке астрономии были редкостью сначала надо было что-то узнать и он отправился к арабам нет сомнений что он очень верующий человек а вот аббат бон флерийский то же самое он обучался в париже но продолжим париже или и он проповедовал всем свободных искусств правда музыку тайна была диаграмма значит помощь студентам вот календарь он как раз очень сильно обузнал календарь правда он не считал что христос родился двадцать первом году очень интересный вопрос дело в том что двадцать первый год до нашей эры означал что тысяча лет со дня рождения христа уже прошла а ведь и когда он в это время действительно были такие политические настроения что тысячи лет за дня рождения христа и будет конец лета поэтому ну как бы он не хотел конца лета ну чтобы люди как работали а потом пристал что-нибудь делать а правда не были всякие проблемы вопросы тратить ресурсы на монастыре а и так далее а вот далее происходит интересный момент он погиб во время так драка была между монастырем ну хорошо он туда вмешался и его кто-то копьем я пытаюсь понять как как если мы живем монахи в это время то есть не надо думать что там какие-то аскеты если они там были во копьем даже не может когда эти обязательства и задал заниматься наукой чтобы чистый порог вернемся опять же на востоке на востоке все хорошо значит в разные люди буджани его садахи они вот изучают то что занимаются страну они много много изучают конкретном месте что происходит в математике конкретный такой без всяких прорывов без всяких таких высоких вещей а просто в очередной раз книга о том что надо писать там и прочим из науки политики полезно полезно вот ахмат ассиджи разработал варианты стрелябии забрел инструмент для оказания направлению на метку понятно важно алицена вот здесь величайшего наконец у нас появляется действительно который надо запомнить алицена ну и бансина он использовал аристотеля ислама ну и кроме того он человек который писал книжку по по выбрать много книжек врачу мол все как обычно он вела бы издачный оба рабоязычный перри патри изм пальца то есть он аристотель и дай он делил астрологии от астроном все сделал вот чтобы отделить ну так вот он принял частично логику аристотеля поистину к исламу то есть вот не полностью мы не говорим что ресурсы доправ а там где не противоречит план что-то похожее потом будет ну понятно нет и слома ну и радуга результат отражения от полного слияния капли воды значит вот такое да и вы начали переводить двенадцатом веке ну понятно дело потому что врать звук и движение воздуха который ухощает от двух твердых гладких тел которые быстро сближаются одно с другим выход воздуха между ними его попадание звука и перемещение воздуха но довольно близко то есть он довольно правильно беру не тоже он очень хорошо посчитал радио земли отдельные веса металлов и работы по оптике занимался в основном с тенями правда считал что тени и слабые и он написал интересную работу по индика когда-нибудь расскажу когда дойдут до индийской китайской науки про индийскую науку да вот еще что он писал изучение природы сравни расследование направлено установление истины внешний мир может дать истины он не использовал слово наука он использовал арабское слово юн которое означало знание и он физически мир должен быть изучен чтобы могли усвоить величие бога очень важный день и кроме этого значит он такой говорим уговорил что вы что же вы там читаете всяких там еретиков а он боюсь сказать как это называется в исламе но язычников а может язычников точно плохо читать еще христиане еще куда не шло но христиан тогда больших не было значит византийцы тоже едят пищу не подражайте им в этом вот у него было в книжке индия да вот видите изображение много они все разные ну нету реального изображения потому что вообще плохо с изображениями в это время но в исламе еще и запрещено и он пишет вращательное движение земли нисколько не порочит астрономии а тестрономические мере равно протекают согласен с этим движением однако она представляется невозможным вот иногда пишут что он доказал что на движке нет но по крайней мере сказал что это возможно и вообще надо отметить что средние века нельзя сказать что это считалось я возможно вполне допускалось ну вот как бы вот очень важный человек аль-хазен это величайший оптик между целью имеем геппера он написал книжку вот здесь картинка все что он изучал астрономические явления зеркала вот и зажигательные зеркала это то самое что как бы возможно архимед поджог вот этих там риски флот но это поиск поиск кто место где у вас получается фокус вот в кутировка поэтому на самом деле вопрос сжигатель зеркала это вопрос фокуса он изучал отражение и рефракция да вот значит радугу тоже изучал и он взял медный прибор для изучения отражения темная комната зрительная труба струны изучал регулярные свойства света его немало интересовало что из себя свет представляет падающий луч и прилавленный находится в одной плоскости это его вот аналогия с шариками правда у него была и он взял слова которые ли ты бар товара мутабир ну в общем эксперимент экспериментатор экспериментом эксперимент экспериментатор экспериментируя по моему это слово взял правда перевод начинается обсуждение правильно ли переводить неправильно ли переводить ну вроде значит он объединил разные славы света то есть отраженный луной от солнца свет испускаемый огнем отраженный зеркал сфокусированный все цвет свет забивает камень удаления от источника и вот главное он сформулировал каких-то идеи это главное что он отменил эту самую интромиссии и экстромиссии но в общем цвет это от источника вот нет никакого лучей из глаз нет этого все отменили значит и камеру обскору вот он реально я писал точно четко вот то есть ну кроме это случается что он с одной стороны продвинулся в оптике придумал объяснил довольно сильно и кроме этого он значит ввел саму поселение тщательно описание там много всего написано да и опять радуга что это такое стеклянные шары воздействия солнечного света и получил что радуга возникает в результате преломления они отражение солнечного света до потом не друг но истинно дороже но здесь как бы прорисовать вот то есть огромный склад выходим вообще теория зрения при теории свет он объединю раньше были какие-то разные вещи оптика вот после него это оптика свет форма существенно самосветящихся тела прозрачность важнейшая форма прозрачные тела пропускают свет а то были люди которые все наоборот первичный и вторичный свет но здесь у него не очень получилось потому что как то он не очень объяснил но говорила о том что интенсивность но в общем понятное дело что нельзя сдавать пальфазе на современную оптику но проделался он вот герман из рейнхау человек который меня заинтересовал не только тем что чем-то великое делал просто в северной европе где мало было ученых продвигал людей но у него было скорее всего дцп то есть он был парализован смодельчество едва говорить ничего не так мало прожил для того времени вполне себе жил монастыре но вполне себе написал трубы так что такое было михаил ксел второй византийский ученый ну я могу сказать что здесь что-то такое очень важное движение это некий образ и энергия движущего тела одна вещь и увеличивается другая изменяется иная меняется для меняющиеся вещи движения это увеличение для местующегося смятения для возникающего рождения но редкий случай византийский события примерно этого времени кальта леда мы отвоевали у нас появился страшный суд книга страшного суда это вот та самая с которыми все знаем про англию поэтому если вы что хотите узнать сколько там людей погибли от чумы или что-нибудь еще произошло в англии от воевания мусульман ситилии что-то сложное ситилийское государство происходит от вилле там появляется в этом королевстве византия там постепенно какие-то вещи делает странский собор он решает там внутри вещи появляются крестовые походы вот я говорю где место где можно узнать что-то от этих самых от арабов но там нельзя там настолько все было жестко настолько первый раз для иерусалим убивав не только там арабов причем любого возраста пола но еще даже христиан которые там были что в результате вот просто там настолько все произошло что считается ну это говорят что только абрикосы появились походов но некоторые говорят там любви снеги и всякое такое поэтому никакой науки там не было какие-то материальные вещи оттуда еще можно было взять а вот насколько при той же реконкисты все-таки все это было плавно медленно и завоевание все-таки приходил к тому что люди платили дополнительный налог понимаете там были конечно там были такие мученики которые приходили кричали а ислам это прямо посреди мечети орали что ислам это плохо но им очень хотелось быть мученики потому что вы понимаете христиански это давало вечную жизнь поэтому такие люди находились которые готовы были отдать свою сегодня жизнь до того чтобы получить вещи но в принципе там было терпимо а вот в этом они друг друга так поубивали нет ни на обмена ну вот дальше является человек по имени газоним которого обвиняют в том что вот тут у меня зелененький картинка потому что вон но у него были там идеи что нет избранные там широкие маски неспособность мусульманских перипатетиков построить метафизику на приступу соглашусь буквы священных он критиковал и вицену который пытался это сделать придумывал вот я почитала его книжку у них это очень странный аргумент фактически говорит да у нас тут вот так написано он опыт от не ссылается скорее на какие-нибудь книжки и в общем хотя он полностью не отрицал что у вас есть философия вот полезные же вещи в конце концов но он очень сильно их принижал и считается что с этого места но благочестивые мусульмане уже не особо занимались наукой хотя конечно исключения были а нет у нас же были ученые но это никто не отменял конечно же астрономию она все еще была полезна как и математика а вот такие какие-то физические вещи ну и амар хаям очень точно посчитал продолжительность года пытался вести календарь который будет каждый четвертый то каждый пятый год высоко сны чтобы как-то это решить просто понимаете что вы с вами календарь это вообще жизнь потому что они пытались 34 дня ду поэтому каждый раз там рамадан в разное время а вот и он вот прекрасно у него есть прекрасный руба и тот кто землю поставил одни возле небосвод сколько горе с тех пор он печальному сердцу несет только ликов прекрасных как луны и лусь как рубины с колузка пищи праха земного под каменный гнет дураки мудрецом почитает меня видит бог я не тот кем считает меня о себе я и мир я знаю не больше чем глупцов что усердно читает меня но есть и другое будешь в обществе гордых ученых ослов постарайся ослов притворяться без слов ибо каждого кто не оселоте дурни обвиняют медведь по древой вот но и да давайте ходили еще такой интересный ученик он был раб жил очень скромной жизни написал книгу о весах мудрости а что это такое а это рычаги и даже что-то такое правите тела за равные времена проходят разные места которое прошло больше места больше по силе это уже немножечко к моменту силы чуть-чуть туда вот у него картинки правда не уверена что за его рукописи а это от примечания хорошие люди они все это рисуют и другу потому что читать это тяжело земляные весы это та штука которая определяет его ориентир да где у вас же вот такие прекрасные и это равноплечные рычаги и разноплечные рычаги где тут можно что повесить сложности очень длинное описание тяжесть до поднять копью один его концов то у него действует тяжесть и сила опускающая ладонь ну правда силы реакция опоры здесь нет но действительно смотрите мы сел тяжесть и очень интересная работа плюс он писал о весе воды там вытеснение и так далее вели не висать то что они часто этим занимались практически интересно задать это такая практически интересная работа у моя сэнд андалуси ну тут интересно просто что он как раз будучи арабом он создал по научным дисциплину падре кадре 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 мимо работу тоже много чего делал но пытался поднять лодку с медью мухаммед баджа писал что философ чужой даже себя на родине но интересно что он суждал возможность движения в пустоте или среде которая не оказывает сопротивление то есть вот это самое первоначало это не путать с импетусом которая повлияла на работе многих других народных ученых так ну все на этом мы закончим вот где-то сейчас мы подходим к тому моменту когда наука обратно переселится назад опять ничего не целиком а можно сказать будет некий трепетит поэтому как раз когда начнутся интересный ученые средних веков мы вторая часть будет посвящена науки начиная 12 конца 11 12 века 12 13 век это на самом деле окажется очень большое количество ученых западных некоторое количество восточных если видите у нас есть период 5 по 11 получился где много было восточных ученых я далеко не всех писала их совсем черно в несколько раз больше а эти еще какие-то еще второстепенные и тридцатистепенные их реально было много можно сказать что ни разу не было такого некоторые товарищи академики утверждают который не историки науки до них не пиздит что как бы у нас не было там науки нет переменных не было полностью темных веков темные века были в отдельных странах типа англии какое-то время на несколько веков действительно даже христианство не было а в принципе европе и даже в европе всегда находились люди которые что-то учились и когда чуть-чуть достаточно было одного двух когда вы чуть-чуть что-то теряли и когда действительно в какой-то момент они использовали книжки какие-то переписывание компиляции с конца там пятого века который переписывали седьмом веке это качество было не очень но тогда когда они это уже почувствовали в десятом веке они обратились к востоку а восток получил эти книги поскольку ученые сбежали вот было замечательное место персии где там там что-то сформулировать они туда взяли уже всегда было много источников вас всегда была возможность как-то это сохранить на хотя повторяю временами это ведет очень странно и переводил странными образами из пункта а в пункт через т.е.д. но это было потому что наука она все время сохранялась